I have ways of blowing things off. Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, и мы с вами в третьем Бихолдере. Погодите, у меня нету активных заданий сейчас. Хе, это интересно. Что ты хотел на счет семейного бюджета? Да, не иди к черту. Во! Я к Хенкеру еще не заходил. Надо с ним поболтать. Это же его жена. Так, стоп, он в четвертой квартире, не в четвертой. Оп. Да, это они. Добрый день, господин Шварц. И все? После типа всего, что я для вас сделал. Ни у кого никаких квестов там не нету, да? Снять трубку. Ага. Погоди. А, звонок Ким. Угу. Закончить разговор. Все. Ну, сейчас скажешь, что она покончила с собой. Скорее всего. Бип-бип-бип. На франшварцу аппарату. Папа. Эй, это ты, Ким. Рот я слышал. Как ты видела? На удивление, она еще жива. Ну ладно. Ким, ты там? Скажи что-нибудь. У тебя все хорошо. Папа. Пожалуйста, бери меня отсюда. Тебе плохо? В чем дело? С тобой плохо обращаются? Там настолько тяжело? Я... Мне... Пап, мне нужно отсюда выбраться. Я здесь сломаюсь. Я вытащу! Держись еще немного. Я делаю все, что возможно. Уверен, остался совсем недолго. Ладно, пап. Позвонишь, когда что-нибудь узнаешь? Ну, конечно, Ким, позвоню. Окей, тогда не буду далеко отходить от телефона. Пока. 47 часов, это очень мало. Так, стоп, у меня запрещенка с собой есть. Вроде ничего такого. Да иди в жопу. Так, крутая отмычка. Еще две штуки есть. Камеры. Стоп, камеры есть. Да, две четвертых камеры есть. Дружище. Это, 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 что? Блин, я прокликал. Там было что-то... Эту дату. И как бы ни было печально ваша страна, стадион славной армии, на котором мои ребята будут играть, поражает воображение. 100 тысяч зрителей на одной площадке. Это мощь. Народ, извините, что прокликал. Там эти две строчки. Я сам их не заметил. Парни сыграют там свой супер-хит. Вперед, в союз. Толпа будет в восторге. А еще, есть концерт, будет транслироваться в прямом эфире, по эфире, по гостелевидению. Все это радует. Радует? Да это просто отпад. На самом деле, это будет самая большая аудитория за всю историю группы Искажения Разума. Мои поздравления. Спасибо. Но после всего, после этого все. После этого все. Отдыхать. Я уже с нетерпением жду возвращения домой в Федерацию. То есть, по сути, он съезжает, скорее всего, после этого. Я понял. Быстро на работу. Во-первых, мне нужно установить слежку в кабинете у барышни нашей на пятом этаже. Свали отсюда. Блин, это бесит. Иди к черту. Бесполезный утырок. Так. Файлвое хранилище. Так, чувак, ты пойдешь проверять кабинеты или где? О, лотто. Свалила. А он еще там. Он выходит. Да, зараза. Я сейчас посмотрю, куда пойдет охранник. А на утро мне нужно будет поговорить, наверное, с Хуберцем. Ну, или с его помощницей вот этой шарикообразной. Посмотрим. Это все равно все будет утром. Сейчас я ничего с этим не сделаю. Мне нужно попасть в кабинет лотты. И мне нужно... Ну, чел, ты пойдешь куда-нибудь или нет? Или во сколько ты пойдешь? 10 часов ты пойдешь? Кстати, вон наш коллега Мюллер валит. Камера, что с тобой? Прекрати. Ахаха. Так, он пошел проверять вниз. Собственно, на этом... Мне нужно тут все обшманывать по-баренькому. Так, все. Камеры на всех возможных территориях у меня установлены. Над верхнюю полку тоже. Старая форма. Яблоко и шоколад у нее есть. Блин, мне нужно 0 часов 0 минут. Городской пейзаж великого вождя. Блин, сколько у тебя тут вещей! Заманаешься. Мне нужен... Компьютер, я так понимаю. А что за восклицательный знак? Что я могу там сделать? Что за восклицательный знак? Что тут можно сделать, блин? Вот телефон, я его держу, и что? Ничего не происходит. Так, хорошо. К черту. Поехали. Поехали, наверное, вниз. Можно смотаться домой. Это, навести порядок в доме. Я не знаю, что там нужно, не нужно будет. И потом к утру вернуться сюда. Как раз... Так, отмычки мы закончили. Иди нафиг, свиньи кусок! Пошел отсюда! Как же это бесит! 37 часов. Ну, я не знаю, если... Самые верхние чины не смогут помочь. Кто сможет помочь? Может быть... Что у нас? Вся запрещенка тут. А тут ничего вдруг не надо? Это как? Так. Ладно. Меня очень сильно удивляет нелогичность этой игры. Потому что очень многие персонажи... Например, вот эта бабка, у которой дочь за границей. Она точно могла бы чем-то помочь, но... Ей кроме ремонта ничего не надо было. Ладно. Им нужна помощь. Вот, господин Хенкер. Наверняка слышали о лагерях перевоспитания министерства. И как там живется заключенным. Я прав? На лагерях жизнь, не сахар. А к чему ты спрашиваешь? Мои дочки меня туда отправили. За неконформ... Неконформное поведение. Шварц, ты с ума сошел, как ты это допустил. Как раз для ненконформистов у них там самая жесткая программа перевоспитания. Если ты когда-нибудь снова увидишь свою дочь, ты ее не узнаешь. С этим надо срочно что-то делать. К счастью, для тебя сейчас в стране происходят чрезвычайно важные вещи. Нас ожидает великий переворот, Шварц. Мы все, мы, включая тебя, должны решить, на чьей мы стороне. Вот как? Да, сопротивление готовит восстание. Такого эта страна еще не видела. Когда мы свернем правительство, лагерей перевоспитания больше не будет. Мы все будем свободны, и твоя Джилл тоже... Джилл? Извините? Приходим на нашу сторону. В смысле Джилл? Ким, Джилл, это же... Я бы на самом деле помог бы Хубертсу, честно говоря. То есть у нас есть переворот, у нас есть консерватизм, и у нас есть обновление страны через реформы. И, честно говоря, вот обновление страны через реформы мне нравится больше всего, потому что это, ну, грубо говоря, мягкий ресет. Не будет никакого переворота, не умрут миллионы, тысячи и миллионы... Не тысячи миллионов, а тысячи и миллионы людей, но при этом страна потихонечку начнет меняться. Так вот уже можно и музыку слушать, так вот уже можно и то-то, и сё-то, и границы потихонечку откроются. А вот этот вот переворот... Честно говоря, мне не нравится этот вариант. Но я не вижу пока другого варианта. То есть я такой приду, поговорю с Хубертсом, он меня-то еле отмазал. А чё он так скажет? Типа, мы отменим лагеря? Я вам помогу. Ради своей дочери только она, Ким... Только она Ким, а не Джилла, я вам помогу. Рад что ты с нами, сколько у тебя не было дочерей. Ладно. И чё? Позвонить? Типа, продержись там, мы сейчас это устроим переворот, а... Иди ты, блин, пионер чёртов. Что с камерой? Почему её трясёт вот так вот? Чё происходит? Набрать номер. А я не... Я не могу никому другому позвонить. Алло, Ким, это я. Пав, наконец-то. Ты с Ким не уговорил? Да, я... Правда? Хуберт, ты лучше. Спасибо, спасибо, спасибо. Когда меня выпустят? Ты готов хоть сейчас обрать вещи? Ким, дай мне хоть слово ставить. Да, мне удалось кое-что предпринять. И да, тебя выпустят. Но не сразу. Ого. А когда завтра? На следующей неделе? Очень скоро. Тебе опять осталось недолго, я уверен. Но это не от меня зависит, Ким. А, я поняла, и это... Это и от меня тоже зависит, да? Что я должна делать? Скажи мне, я всё сделаю, лишь бы поскорее сюда выбраться. Она так устала. Они не дают мне спать. А потом показывают картинки, на которых мучают лесбиян. Средством перевоспитания, серьёзно? Я смешно. Я больше не могу. Потерпишь немного. Не время... Но время зависит только от человека, который обещал мне вызвать тебя оттуда. Скоро угнетённые массы восстанут и не будет больше у нас в стране логерей. Вот как. Я поняла. Миночку, я поняла, это был сарказм? Ну, конечно. Я знал, что ты у меня умный, и всё поймёшь. Ты же мозгами вся в мать. Мать вряд ли. Она же, мать вообще дурная, как швабра. Вы чё? Она же пропагандой пропитана. Ещё и других людей пропагандой травила. Работала воспитателем. Она, собственно, сына не смогла воспитать. Посмотрите на эти пустые белые глаза зомби. Пионер всратый, блин. И в отца тоже па. Да, точно. От меня тебе досталось только красота. В любом случае, ты обязательно выйдешь оттуда. Я об этом позаботился. Но тебе придётся набираться терпения. Справишься? Надеюсь. Отлично. Не давай себя сломить. Не... Я не дам себя сломить. Они не победят. Очень хорошо. Пап. Да. Спасибо. Остальное не важно. Готово. Фиг ли мне 100 баксов за это дали? Ну ладно. Идите к чёрту. Так. 6.40. Я могу ехать на работу. Тут мне, в принципе, наверное, ничего не надо. Тут со мной поговорить никто не хочет. Вроде... Нет, этот, как обычно, завтракает. Чувак идёт на кухню. Зачем? Тоже завтракает. Все идут завтракать. Поехали на работу. Ниночка, я правильно понял... Таня, не ты. Я правильно понял, что у меня нет сейчас активного задания? Сдать я уже никому не могу. Директивы, шмотки, счетов нет. Завершено. Да, у меня нет активного задания. Поехали. Пообщаемся с начальством. Днём, по крайней мере. То есть, пока дает до работы, уже ночь начнётся. Ну, не ночь, а обеды, я могу дано. Ну, ладно. Ну, меня немножко смущает, что у меня мало денег. Всего штука баксов. Но я уж не знаю, где они мне там могут понравиться. Иди ты к чёрту от меня, блин. Топорылое чмо. Грундих поехала. Эй, Грундих. Так, а я могу поговорить с ним о дочери? Блин, я же его кабинет, кстати, по-моему, не обыскал, да? Или обыскал. Но я камеру точно установил, но не помню, насколько я обыскивал. Там сейф у него, кстати. Лично о вас, это вопрос, неважно. С ним поговорить невозможно. То есть, или у меня вообще не появляется опция это сделать, или не появляется, потому что... Почему? Говорите мне, что вам что-то от меня нужно, Шварц. Закончить разговор. Знаете, чё я думаю? Мне нужно... А, у меня звонок. Неожиданно. Я думаю, что, возможно, мне нужно купить плеер. Да, алло. Алло. Кто говорит? Это я, идиот. Господин Хенкер. Тихо, с ума сошёл. Никаких имен под телефоном. Нужно встретиться, заходи. Зачем я... Ну чё, мы типа устраиваем революцию, я так понял, да? С Вольфом, который Хенкер. Хорош трясти! Блин, вот... Куплю себе сейчас ещё, наверное, одну крутую отмычку. Чтобы она не то. Да, 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 да. С... С... Оборудованием. Хорошо, хоть оборудованием не является... 250! Убейся об стенку! Спасибо. А у меня их было две. Ай-яй-яй-яй. Это я как-то невнимательно, да? Что-то не так, стресса. В смысле, что-то не так? Заплатить? Я остался с 70 баксами. Я же говорю, что меня это волнует сейчас. Да иди ты к чёрту, придурок, тупорылый. Блин, офигеть. Так, возможно, если у меня получится что-то продать, какие-то вещи, купить плеер, я не знаю, и попробовать зайти ещё раз к этой лотте. Может быть, через плеер можно там что-то записать через её телефон? Хотя я сомневаюсь, но я не знаю, что ещё можно сделать. Так, 13.45. Оп. Ну, хоть пару сотен баксов подниму с этого. Мусор не накопился. Поехали к Хенкеру. Можно характеристики, кстати, сдать. Вы хотели с вами говорить, господин Хенкер? Хорошо, что ты пришёл, Шварц. Речь идёт о нашем будущем. В нашем? В смысле, в моём с вами? Нет, господин юморист. О будущем народа. Мне нужна твоя помощь. Э, моя помощь? У вас в квартире что-то сломалось? Нет, чувак, не в квартире. Во всём государстве что-то сломалось. Народу нужна твоя помощь. Господин Хенкер, просто, Вольф, мы с тобой выдержали достаточный издевательств. Министерство, нам нужно держаться вместе. И теперь послушай, по-моему, в министерстве творится что-то мутное. И я не имею в виду их обычную империалистическую чушь. Я имею в виду великого вождя. С великим вождём что-то не так. В смысле стоять? В смысле... Будьте осторожны. Уже за одни эти слова на тебя могут донести. С такими вещами нужно быть очень осторожным. Твои намеки подпадают как минимум под статью о подрывной деятельности. А может даже и под судебную, под государственную измену. Вот так бреет полиция, как арестует весь дом. До свидания, господин Хенкер. Фрэнк, мужик, постой. Дело не в том... В смысле до свидания? Я не хотел до свидания. Там было стоять. Я думал, что... Ай! Очень непонятные вот эти вот в диалогах. Дело в том, хорошие заявления или плохие. Дело в том же, чьи на самом деле заявления. Что если наш великий вождь в опасности? Или им манипулирует? Или его шантажирует? В любом случае, что-то нечисто. Правда, ты думаешь? Я знаю, это кажется невероятным. Но подумай, когда ты в последний раз видел нашего... Всего такого великого вождя вживую. На фото в газетах его лицо не меняется вот уже пять лет. Не понимаю, что это такое странное. Он же великий вождь. Ему доступны лучшие в мире лекарства. Скажи, ты сам-то в этот бред веришь? Ни одного лекарства в мире не способно остановить время. Это не может быть. Этого не может быть. Великий вождь же... Великий. Фрэнк, ты серьезно? Ты настолько дурак. Не, было у меня пару моментов в игре, что... Я задумывался, может быть, ты заслуживаешь такую тупую жену и всякое такое. Но вот этот момент сейчас мне тоже... Мы обязаны ему всем. Ответы у тебя под рукой твои коллеги в Министерстве заняты планированием концерта. О чем бы ты ни собирался меня попросить, это будет измена. Я не могу. А ты расспроси начальство о великом вожде. Попробуй выяснить, что происходит. Оплети им, что всегда мечтал хоть раз увидеть нашего замечательного вождя вблизи. И если все в порядке, проблем с этим быть не должно. Поговори с Сальтменом и Хубертсом. Если с вождем что-то не так, эти точно в курсе. Не могу это сделать. Ты боишься, могу понять. Настоящее мужество это действовать вопреки страху. Речь идет о нашем великом вожде. Тебе ведь не безразлична его судьба. Тогда мы просто обязаны что-то предпринять. А тут ты прав. Да, тут по неволе задумаешься. Я поспрашиваю. Наверняка вскоре выяснится, что ты просто обкурился. Посмотрим, Франк. И береги себя. Я не успею до конца рабочего дня, да? Чтобы поспрашивать. Ну, давайте попробуем. Уже 15, пока я доеду, будет 16. Хотя они вроде задерживаются на работе подольше. Поговорить с... 116 часов мне дать, чтобы с ними двумя поговорить. Я бы хотел поговорить с ними сегодня. Но беги ты уже. Меня сейчас эта свина-собака задержит. Еще там... Еще лаги, да? Свали, 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 свали. Закры морду свою, блин, просто. Некоторые люди только с обеда возвращаются, да? Я вовремя, хорошо. Так, Лотта в кабинете. Пока этот перец идет, я поговорю с ней. Так, не говорите мне, что вам что-то нужно. Я могу спросить о великом вожде? Есть вопрос, который меня очень беспокоит. У вас 5 минут. Почему великий вождь больше не появляется на публике вживую? Народ же его так любит. Подобные вопросы не ваша компетенция, Шварц. Что официально, что неофициально. Я просто хотел бы увидеть его хоть одним глазком. Он так много для меня, значит... Мой доступ к великому вождю, к сожалению, более ограничен, чем раньше. С таким просьмом сейчас лучше обращаться к Хубертсу. К Стивену Хубертсу? Очевидно. А что, вы знаете какого-то еще Хубертса? Но вы задаете опасные вопросы, Шварц. Думаете, хорошенько, кому их стоит задавать? Могу спросить? Есть вопрос, который меня очень беспокоит. Это повторение. Я понял. Иди нафиг. Злобный карлик. Так, хорошо. Меня беспокоит вот этот восклицательный знак, вот этот беспокоит. Фрэнк, с тобой все в порядке? Вот, о великом вожде. Стивен, вы же... Вы не могли бы ответить мне на один вопрос о великом вожде? Разумеется, Фрэнк. К вам я готов ответить. На любой вопрос. Вы ведь такой ценный сотрудник для министерства. И не только для министерства. Я лично вас очень ценю как сотрудника и как человека. Так в чем дело? Спрашивайте, не стесняйтесь. Я хотел спросить, планирует ли великий вождь в ближайшее время выступить на публике с речью? Ну, конечно, Фрэнк. Великий вождь регулярно обращается к народу. И скоро великий вождь снова выступит перед нами на концерте Искажение разума. Даже очень скоро. Почему вы спрашиваете? Ну, я просто слышал, что великий вождь заболел. Поэтому решил убедиться, что это неправда. Фрэнк, нельзя верить слухам. С великим вождем все в полном порядке. Мне ли не знать, я ведь организатор концерта Искажение разума, перед которым великий вождь выступит с речью. И сделаю... И я сделаю из этого концерта грандиозное событие. Такого тут еще не видывали. Грандиозное событие? Стоит грандиозным событием, а что на нем будет? Сначала великий вождь обратится к Грашнам и откроет им будущее Величайшего Союза. Потом отыграют Искажение разума. А это, на минуточку, самая известная группа в мире, Фрэнк. И эта группа будет играть в центре нашей столицы, на нашем стадионе славной армии. И все жители Величайшего Союза видят это уникальное, грандиозное событие на своих экранах. А потом... Потом, Фрэнк, случится чудо. Вот увидишь. Все изменится, все. И не просто изменится, Фрэнк станет лучше. Намного лучше. Значит, он правда здоров? Точно все в порядке, вы совершенно уверены? У Великого Вождя все прекрасно. Правда, я на днях его встречал. Совершенно цветущий вид. Хотел бы я быть такой хорошей фармой, как Великий Вождь. Ну, опять же, как мы знаем, что, скорее всего, Великое Вождение существует и в этой вселенной тоже. Но я не знаю, называть это вселенной или просто... Вроде как тут другая страна, другие... Хотя некоторые вещи пересекаются. Не знаю, не знаю. Многие вещи говорят о том, что это тот же самый мир, что и первая часть. А некоторые вещи говорят нам о том, что это другое. Потому что министерство здесь совершенно другое. Мы знаем, что первая и вторая части пересекаются. Там Карл Штейн являлся у нас мостом, связующим между первой и второй частью. А во второй части министерство было таким. А здесь министерство совершенно другое. И страна совершенно другая. Ну, опять же, я же говорю, многие вещи похожи. Типа уточки запрещены, яблочки запрещены. Ну, ладно. А где он будет выступать? Так Великий Вождь будет выступать на стадионе, вживую, перед всей огромной аудиторией? Еще лучше, Фрэнк. Великий Вождь выступит с речью не на стадионе. А вот угадайте с трех раз, где будет выступать Великий Вождь? Я не знаю. Великий Вождь обратится к народу отсюда. Из мансардной студии нашего министерства. А за нездорово, Фрэнк. Великий Вождь будет здесь, в дань министерства? Ну, то есть, он, конечно, не войдет через главный вход и не появится всеми на лифте. Какая нелепая картинка. Ну да. Это был встретиться с ним. Если Великий Вождь сейчас в министерстве, я могу его увидеть? Я ведь все-таки сотрудник четвертого уровня. И вы совершенно правы, Фрэнк. Совершенно. Человек вашего калибра. И до сих пор на четвертом, я уверен, скоро вас повысят до пятого. Ой, правда? Да, правда. Вот насчет вашего пожелания встретиться с Великой Вождь. Это было отвлечение внимания. Типа, чувак, смотрите, скоро повысят. Забудь про встречу. К сожалению, не выйдет. Он очень занят. Вот как. Жаль. Увы, ах, Фрэнк. Спасибо, что так обстоятельно все мне рассказали, Стивен. Всегда, пожалуйста, Фрэнк. Прозрачность для меня всегда в приоритете. Это все то же самое, да? Да, все. Итак, обыскать кабинет высокопоставленных лиц. Опять. Окей, окей, я подожду. Как раз уже вечер, как раз уже 17.30. Что я должен найти? Форму, кстати, я нашел. Знаете что? Давайте попробуем сдать характеристики, пока они там уходят. Сейчас 18 часов. Давайте попробуем хоть пару сотен баксов получить за этих ребят. Если это возможно. Я не знаю, прикиньте, сдавать характеристики на персонал пятого уровня. Досье. На тебя, дружище. У меня ничего нет. На тебя. Городской пейзаж. Яблочко и это. Это чиновники ж ты, блин. Альтман. О! Полштуки нажил себе. Хорошо. Хоть немножко деньги воскресил. Типа, ну за шоколад ее вряд ли кто-то упечет. Знаете, все-таки сотрудник пятого уровня. Тут сотрудникам четвертого уровня пришлось пободаться. Так. Альтман ушла. Отмычки у меня есть. Я пошел. Я только что обыскивал ее кабинет. Но я обыщу еще раз. Мне не жалко. Если у меня есть время на это, я надеюсь, что оно у меня на это есть. Вот этот вот восклицательный знак, он мне прям не дает покоя серьезно. Фото безжизненного вождя. Почему этого фото здесь не было вчера, например? Кто его знает? Старая форма. В больничной койке он подключен к капельнице, а изо рта тянутся трубки. Безжизненного. Значит, тут тоже что-то должно быть. Я, возможно, не успел тогда здесь что-то найти. Статья из зарубежной газеты. Полиэтиленовый пакет. Книга по управлению. Я не хотел так быстро выходить. Всех вы... В смысле, а вот этих тоже обыскивать? Твою за ногу! Че мне по отмычкам? Одна крутая. Пять обычных. А, одна четвертого уровня. Коробка Сикар. Да, эти отмычки у меня закончились. Я могу только крутыми теперь пользоваться. Я обыскал. Че теперь? Дождаться поговорить с ними? Так, статья из зарубежной газеты. Старую газетную статью из зарубежа венчают кричащий за долг. Исчезновение диктатора Величайшего Союза. Слухи о смерти. На прилагаемой фотографии можно увидеть Эрнста Мюллера, который обведен красным... Эрнста Мюллер. Эрнста Мюллера, Мюллер, Мюллер, Мюллер. Записка от Стивена. Дырявое фото. Дартс. Пофиг, я все заберу. Итак, что мы имеем? В ней четким почерком написано Срочно доставить мне секретные файлы проекта Русалка. Нужно подготовить речь. Рядом небрежно нацарапано. Сам сделаю тебя тоже есть доступ. Документы там же. Что ты здесь делаешь, придурок? Штраф... Какую... Иди ты к черту. Так. Мне нужно с доступа Мюллера Зайти в компьютер. Уберите желаемое. Набрать поиск Русалка. Поисковая запроса информации о повышенной секретности. Уберите свой профиль сотрудника. Мюллер. Эртс Мюллер. Введите пароль. Снова набрать вот этот пароль. Верно. Результат поиска по запросу Русалка. Одно совпадение. Секретный проект Русалка. Открыть. Файл зашифрован. Введите секретный код. Так. Вечная жизнь 95... 85-95. Что это? 85. Вечная жизнь 85. Так. Секретный код. Открыть. Вечная жизнь 85. Код верный. Секретный проект Русалка. Величайший союз. Вечная жизнь 85. Вечная жизнь 85. Какой-то проект Эрнст Мюллер. Первоначальное исследование касалось теоретической реанимации и дистанционного управления мертвыми клетками. После бесчисленных неудачных попыток на ранних этапах исследователям удалось провести успешные испытания на телах человекообразных обезьян. Это стало возможно благодаря специально разработанным для этой цели поддерживающим резервуаром. Конец вызванных данных. Поговорить с Вольфом. Вы... Вы из него сделали зомби? На, подавись. К черту тварь. Кража. Какая к черту кража? Откуда кража-то? Кража, блин. Поехали к Хинкеру. Кстати, у меня больше... Ну, или не появляются, или... Дружище. Не в бегах? Да. В бегах. Гуга-гига. То есть, вождь мертв. Уже пять лет как. Правильно я понимаю? Погодите. Шмоточки. Итак. Записка Стивена. В нечетком почте написано срочно. Русалка. Мюллеру. Так. Старую газетную статью из-за рубежа венчает кричащий заголовок. Старую. Не сказано за какой год. Фото безжизненного вождя. Фото вождя на больничной койке. Он подключен к капельнице. И от рта тянутся трубки. Привет, Фрэнк. Старый, ты пердун. Что стряслось? Я нашел несколько вещей. Ты только посмотри. Это статья. Я нашел ту Хуберца. Пять лет назад. Пять лет. Да, видимо. В самом деле, пять лет прошло. То есть, говорят, что его не видели вживую уже пять лет. Статья за пять лет давности. Другие страны были уверены, что наш вождь исчез. И один из контактов Хуберца из-за границы прислал ему статью. Исчез диктатор величайшего союза. Слухи о смерти. Узнаешь человека на фото? Поверить не могу. Этот костюм не узнать невозможно. Это Мюллер. Я нашел фотографию. Я нашел в кабинете Лотты Альтман довольно нежидное фото. Вот смотри. Великий вождь лежит в больнице с безжизненным видом. Он выглядит как мертвец. Ты знал? Я так и знал. Эти свиньи нет конкретно. Нет, конкретно об этом я не знал. И со всем этим стоит Мюллер. У нас есть доказательства. Народ восстанет. Наконец-то пришло время. А о чем ты знал? Что все это значит, Вольф? Это доказывает, что я был прав. Дело пахло гнильцой. Пахло гнильцой. Прямо в смысле слова. Если великий вождь был так болен, и никто об этом даже не слышал, то что же сейчас? Он вообще выздоровел? А если нет? Кто нами сейчас управляет? Он был всего лишь человеком. Каким мы с тобой, Фрэнк? Ну, конечно, ты прав. Похоже, ты прав, Вольф. Но что это значит? Что теперь будет? Это я ему еще про проект Русалка не рассказал. Вот это как раз ключевый вопрос, Фрэнк. Но если это правда, как объяснить заявленное телеобращение великого вождя? Абсолютно без понятия. Вот, секретный проект. Вольф, я прочел секретный документ на сервисе Министерства. Проект Русалка. Хуберт запросил этот файл у Мюллера. Он был нужным ему для подготовки речи вождя. Снова Мюллер и Хуберт? Я смотрю... В это все замешаны. Они же друг друга терпеть не могут. О чем говорится в этих документах? Что в 85-м году удалось успешно реанимировать трупы человекообразных обезьян и управлять ими в резервуаре. Что? Что за варварские... Какого черта? Да что у них там творится? Зачем Хубертсу эти бумаги? Сам не знаю. Я выяснил только, что все состоится в студии Министерства на верхнем этаже нашего отдела. Стивен Хуберт сказал, что именно оттуда Великий Вождь будет произносить свою речь. Во время концерта то иностранные группы, а они в то же время выступают. Это же идеальная возможность. Фрэнк, мы должны увезти их на чистую воду. Нужно показать людям, что творится с Великом Вождем. Как нам это сделать? Ты должен установить особую скрытую камеру прямо там, в телестудии вашего отдела. Тогда мы сможем записать, что на самом деле происходит во время выступления. Телестудия, это вот, которая наверху... Хорошо. Я готов. Есть ли как мне это сделать? Пробраться внутрь, установить камеру, выбраться обратно. Готово. Проще сказать, чем сделать. Ты сможешь, Фрэнк. Будешь на... Будущие страны в твоих руках. Но заставлять не буду. Теперь ты все знаешь. Что мне удалось выяснить. Хорошо, тогда бери эту камеру и ручку. Это манипулятор данных, который способен взломать любой замок высокой степени защиты на месте. А камера тебе, думаю, знакома. Только теперь она оснащена приемником дальнего действия. Облагается налогом. А еще, Фрэнк. Да. Если что-то пойдет не так, ты меня не знаешь. Заметано. Мы никогда не встречались. Ну, да. Камера сопротивления и магнитная ручка. Сной камеры в мансардной студии Министерства. Что-то не так. Пуясен, блин, пень, что что-то не так. А это палево? Вроде нет. У меня еще два. Такая камера. Письмо Сибилии Фелс. Который идет. Тырнул оттуда. Ладно, поехали. Я могу, интересно, это сделать днем. При том, что у меня нету даже таймера. Под это задание. Что, наверное, дает мне возможность завершить все мои остальные задания. Возможно, таким образом, игра хочет сказать, что, мол, чувак, это твое последнее задание. Заверши все, что ты хотел сделать. Не знаю, не знаю. Посмотрим. Сейчас нет времени, Фрэнк, я занят. Тайник. Так. Ручкой изобрел подлый хакер сопротивления. С ее помощью можно без проблем взламывать магнитные замки всех потайных дверей. Камера с приемником дальнего действия, над которой поработали люди Вольфа. Это не здесь надо сделать? Или не сейчас? Звонок Ким. Сейчас посмотрим. Ой, уже положил трубку. А как я должен был успеть? Идите к черту. Так. Открывает любые... С верхнего этажа, да? Верхний этаж. Это можно ехать дальше, имеется в виду? Или как это работает? Вон та дверь. Я понял. Мне нужно подождать, пока уйдет охранник. И сделать все это ночью. Сейчас он пойдет на патруль. И я попробую пробраться. Хорошо. Погодите, они не тратятся, эти электронные отмычки? Потому они такие дорогие? Может быть, я что-то не понял, и тупанул, и накупил их, типа, много, а не надо было? Ладно. Короче, сейчас охранник свалит. Давайте немножечко промотаем. Мне вон та дверь нужна, как я понимаю, да? В 22 он идет на патруль. Да, в 22 он идет на патруль. Я даже не знал, что тут есть дверь. Зналит он ее очень долго, но вот дается. Фрэнк наконец-то нашел способ пробраться за охраняемую дверь на пятом этаже. Который я даже не знал. Я не знал, что надо спешить. Охранник вот-вот вернется. И вот она. Тайная студия великого вождя, которую миллионы видели только на экране. А теперь с камерой Фрэнка все наконец увидят, что там происходит. На самом деле. Отчитаться Вольфу? Я думал, что это уже, в принципе, финальная заставка. Почему я должен отчитываться Вольфу? Та идти ты в жопу. Я, может быть, кстати, сейчас немножечко поторгую. Я не знаю, нужны мне будут деньги, не нужны. Ну, пойдет сейчас ночь. Сейчас должен прийти черный барыга. И у него можно будет что-нибудь продать. Запрещенку я трогать не буду. Посмотрю, что я могу продать из того, что у меня есть. Так, нет, 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 это все я не буду. Камеру второго левела нафиг. Я же не буду ставить пудреницу нафиг. Словарик к черту. Рукопись реформ. Ха-ха. Смешно. Бориский виски. До свидания. Алкоголь это зло. Тортик вкусный. К черту. Камера первого уровня. К черту. Мне каждый раз придется их кликать. О, письмо. Сибили Феллс. Который же не передам. Немножечко подняли себе денег. Так, бумажные обрезки. Не знаю. Так, этом есть, этом есть. Коробочка от проигрывателя не надо. Теперь, если я так понимаю, можно купить плеер официально, легально. Да, вот он стоит 650. Для проигрывания музыки, когда в городе не хотят мешать окружающим. Я до сих пор не знаю, что там было задание у Лотты. Потому что, ну, оно на столе мигало. Но я вот два раза заходил, два раза ничего не смог. Зачем ты обыскиваешь? Два раза заходил, два раза ничего не смог сделать. Возможно, мне там не хватало какого-то аппарата, которым можно было бы это все сделать. Ну, хорошо. Поехали к Хемкеру. Чувак, которого я хотел арестовать еще в первой или второй серии. А в конце концов, мы с ним мутим финал игры. Привет. Старь теперь Дун. Да-да-да, камера установлена. Готов, я спрятал камеру студии на чердаке. Я кто-нибудь видел? Эээ, нет. Думаю, нет. Никого поблизости не было. Молодец. Эээ, так, теперь мы можем наблюдать за тем, что происходит в студии. Да, но этого недостаточно. Чего еще не хватает? Это ведь то, чего мы хотели, разве нет? Определенности. Наконец-то мы можем его своими глазами увидеть, что с великим вождем. Но это должны видеть не только... Должны видеть не только мы. Мы и так подозреваем правду. Ну так? Да, чувак, это должны видеть все, понимаешь? Все. Когда народные массы своими глазами видят, как их обманывают, они восстанут. И они будут растержены, Фрэнк. Очень растержены. И праведный гнев разрушит прогнившую систему. Небо озарится пылающим огнем очищения. И реки станут красными от крови угнетателей. И люди, наконец-то, будут свободны. Звучит здорово, Вольф. Здорово? Это просто грандиозно, Фрэнк. К тому дню мы шли... К этому дню мы шли годами. Но моя дочь, мы ее освободим до или после. Кстати, это камера, которую я ему тогда отдал за какое-то задание. Да, за музыку. Он попросил камеру, я ему принес. Та самая камера, которую он... Это, да. Не волнуйся, Фрэнк. Малышка Лин скоро снова будет с тобой. Чувак, ты вообще сбрендил к черту. Ты уже два раза забыл ее имя. Ты выбрал правильную сторону, Фрэнк. Тебя ждет славное будущее. И как ты, будут незаменимы в новую эпоху. Что-то я уже начинаю жалеть, что ты с этим связался. Ну ладно. Тебе осталось сделать только одно. И что же? Тебе нужно будет убедить менеджера группы Лукаса Шмольки переключиться на сигнал нашей камеры во время речи великого вождя. Тебе странно будет ее смотреть. Будь то на концерте или дома перед телевизором. Воспользуйся моментами и покажем людям правду. Мои источники говорят, что мероприятие организует этот Лукас Шмолька. Тебе просто нужно убедить его переключить видеосигнал во время выступления, чтобы вместо картинки с правительственной камеры шла наша. А что Шмольки станет нам помогать? Понятия не имею, мужик. Может, убедишь его, что наше дело правое. В конце концов, он иностранец. А если не проникнется... Него надо надавить. Убедить его во штаб это не стало. Тебе через будущее, Фрэнк. Да, я сделаю хорошее дело. Ты поступаешь правильно, Фрэнк. Здравствуй, это новая эпоха. Когда закончишь третьим всего министерства. Министерство? Ну, зачем именно там? Вот, видишь. На пасаран. Мне кажется, вот сейчас мне бы пригодился бы компромат на Шмольку, которого у меня нет и, в принципе, быть не может. Ладно. Проходите, господин Шварц. Насчет видеотрансляции. Снается ли меня минутка? Приготовление к большому концерту идут полным ходом. У меня телефон просто не умолкает. А две гитары до сих пор торчат на таможне, потому что пограничники хотели проверить их баллистические возможности. Только не говорите мне, чтобы появились еще какие-то проблемы. Я быстро. Меня попросили передать, что во время выступления нашего великого вождя нам нужно будет переключиться на третий видеоканал. В официальных документах указано, что концерт будет транслироваться по первому каналу, а выступление по второму. Про третий ни слова. Со вторым каналом возникла проблема, так что теперь вместо него третий. Вот как. Так почему вы это мне сообщаете? Этим инженером должен заниматься. Я хотел бы, чтобы это сделали вы. Чтобы мы могли быть абсолютно уверены в результате. Странно это как-то. Стивен об этом даже не упоминал. А может вам на самом деле никто такого не поручал? Хватит врать. В чем дело? Ладно, я вам расскажу. Ладно. Выслушайте меня, пожалуйста, прежде чем судить. Это очень плохое начало разговора. Я хочу, чтобы вы помогли нам раскрыть заговор. Для этого очень важно, чтобы во время выступления великого вождя вы переключились на третий канал. Таким образом, на нашу камеру. Пожалуйста, помогите. Наша страна в огромной опасности. Чего себе у вас больные фантазии? Ну, понятно. Вы это серьезно, что ли? Да. Прости, дружечка, я не могу это сделать. Если это всплывет, меня поставят к стенке. А у меня семья, я хочу выбраться отсюда живым. Я, похоже, честный человек, Шварц, но я не могу вам помочь. Риск слишком велик. Сколько вы хотите. Ну, ладно. Сколько вам заплатить? Вы что, меня подкупить? Три тысячи? Сколько? Вы в своем уме? Если уж мне придется рисковать своей жизнью, это должно окупиться на несколько лет вперед. Несколько нет. Дайте мне немного времени, я соберу нужную сумму. Как хотите, но поторопитесь. Деньги вам нужно получить до концерта. У меня две тысячи. Мне нужно всего лишь тысяча. Что я могу продать за тысячу? О! А сколько у меня времени? 71 час. Что-нибудь купить, что-нибудь продать. Я могу продать вот эти, по 125 каждую. Она вроде там столько же стоила. Книга за полтос уйдет, обрезки за 30, тортик за 70. Это полштуки. Дорогого у меня особо такого больше ничего не осталось, кроме... кроме санкционки. Счет может, знаете, куда пойти, да? За электричеством. Тварь, сколько я на тебя тогда потратил? Шесть тысяч? Десять тысяч? Мне бы сейчас деньги пригодились. Я могу дождаться ночи. Так, это по-хорошему. Яблоко 150, неплохо. Наркота 140. В принципе, я могу получить сейчас эти деньги. На тебе яблоко. На тебе шоколад. Не, на тебе одну газировку. И... Сколько мне там не хватает? 200 с чем-то. На тебе шоколадку. Все, к черту. У меня остался паспорт. Так, всю санкционку обратно надо положить в куст. Прикиньте, три тысячи. А если бы я не насобирал? А если бы у меня этого не было? Так, это запрещено, запрещено, запрещено. Ну, потому что меня туда опять могут не пропустить. Ладно, 10-30. А, шмолька, иди сюда. Тварь ты такая. Если бы у меня были фотографии, где он зажигает с кем-нибудь, я думаю, мне было бы гораздо легче его убедить. То есть, можно было бы... Ну, опять же. Ладно, опять... Все, 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 все. К обсуждению самой игры вернемся в конце игры. Насчет видеотрансляции. Снова я. Ну, деньги оставь. Так, вот три тысячи, на, держи. Ну, вот деньги. Но за них я жду результат, вам ясно? Будет вам третий канал, обещаю. А за бабло спасибо. Приятного концерта, господин Шварц. Я за 1320 бабла получил. Каким образом? Просто потому что задание? Ну, ладно. Ну, покончим с этим. Ну, просто это уже явно последнее, последнее задание. У министерства. Игра. А Хенкер знает, что я у министерства? Ну, допустим, я сейчас пройду эту проверку, и черт с ней. А, вот он. Да иди ты к черту, тупорылое говно. Только что проходил туда-сюда. Игра, иди нафиг. Это я сейчас еще раз... О-о-о-о. Просто бесячий момент, зачем вы это сделали? Ну, поговори уже с ним. Наконец-то. Я спешил как мог. На улицах полного народа. Все хотят на концерт. И все они скоро узнают правду о нашем великом вожде. И что тогда? Тогда, дорогой Фрэнк, пробьет наш час. Волна народного днева сметет эту систему террора. Когда не станет последних кукловодов-империалистов, больше ничто не сможет нас задержать. Пришло время отрубить головы Гидре. Гидре? Вот, возьми этот сверток, Фрэнк. Ну, это... Это бомба. Собранная и профессионально упакованная палачами от системы. Теперь ты пошлешь ее обратно. В средоточие их власти. Чтобы завтра мы могли быть свободны, сегодня придется снести головы. Все головы разом. Я хочу, чтобы ты взял этот сверток и заложил его в проекторное министерство. Все важные шишки соберусь там перед экранами. Будут с нетерпением ждать концерта. Я не убийца, вообще-то. Если меня кто-нибудь увидит. Что если меня заменит? Станут обыскивать. Придется рискнуть. Но тебя там знают. Плюс у всех в праздничной стране. Все получится, поверь. И иди сейчас, иначе будет поздно. Возьми бомбу и несометно подложи ее в проекторную. А потом бегом оттуда. Я подожду тебя снаружи. Готов? Там обыскивают на входе. Ты дебил. Это мне нужно ее переправить. Я не буду это делать. Нет, Фольф, я не собираюсь ради тебя становиться убийцей. Это не та революция, которая готов бороться. Вот же трус. Ну и возвращайся со своей говеной жизни. Да нам не нужно, Фрэнк. В будущем для таких коты не будет места. Это мы еще посмотрим. Если я чему-то научился, так это тому, что насилие не приводит ни к чему хорошему. Исчезни с глаз моих, Фрэнк. Ползи, брат, там в свой гадюшник. Тебе там самое место. Если кто-то сидит в гадюшнике, то это ты. Прощай, Вольф. Я не хочу подкладывать. Вся страна с нетерпением ждала начала концерта. Некоторые люди с особым нетерпением. К концу разогрева волнение возросло. Перед основной частью должен был выступить с речью великий вождь. На глазах у всего народа он заговорил. И тут Шмольки переключил камеры в студии вождя. Вся страна увидела, что их дорогой великий вождь всего лишь марионетка, зверушка в аквариуме. Народ был так возмущен состоянием великого вождя, что по всей стране вспыхнули бунты. Вольф и его люди стали авангардом революции. Революция – суровое время. Суровые времена требуют суровых мер. А для принятия суровых мер нужны суровые люди. Но бедняге Фрэнку суровости не хватило. Не, ну это бред. Ну это уж, извините, бред. Прощай. Не волнуйся. Никто о тебе не вспомнит. Не согласен с этим вообще никак. Goodbye, Фрэнк. Ачивка получена. Третья Бехолдер. Пэнт Пакет Геймс. Ладно. Я могу считать, что это конец игры. Я так понимаю, да? Смотрите, 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 смотрите. Мое общее впечатление. Это худшее из трех игр. Это вот из трилогии. Это абсолютнейшее худшее. Игра неплохая, как таковая. Игра хорошая. Но из этой трилогии она самая худшая. По нескольким причинам. Во-первых, По сюжету Очень много Ну, очень много вещей, которыми, скажем так, я недоволен. Во-первых, У нас очень много пустых персонажей. У нас дом. Такое ощущение, что игру очень сильно торопили. И получилось, что и дом недоработан, и работа недоработана. Давайте по дому. В доме у нас под конец была куча пустых квартир, куда мы никого не могли заселить. В доме у нас была куча жильцов с абсолютно бесполезно проживающих. Ну, то есть, у нас был алкаш, от которого мы не получили ни одного квеста. У нас был этот спидозник, который, типа бабник, который отвлекал на себя эту. Но после решения его проблемы с лекарством, он просто жил там и все. Занимал место, абсолютно ничего не делал. Бабка, у которой дочка укатилась за границу, с ней был такой потенциал, чтобы спасти нашу дочь, чтобы как-то вывести нашу дочь за границу. Но нет, ей просто один раз понадобились ящик с инструментами, и все, мы про нее забыли. Потом, беременная толстуха и проститутка. Опять же, с ними был перебор квестов, потому что на них было очень много чего завязано. Но фишка в том, что, я уже не знаю, с переводом они связаны или нет, но выборы опции в диалогах не всегда однозначны, не всегда ясны. И ты хочешь что-то сказать одно, а получается обратный эффект. Таким образом, и балерина, и беременная от нас съехали, имея при себе квесты для нас, они просто уехали из дома, потому что им, видите ли, не понравилось что-то, что я сказал. Опять же, на той же самой балерине у нас, не на балерине, на проститутке. У нас балерины и проститутки, это разные индивидуумы, если что. Так вот, проститутка, на ней же у нас завязывался квест с шантажом шмульки. Очень много таких вещей она просто взяла и свалила. Распределение жильцов в доме сделано, на мой взгляд, отвратительнейшее, и мне очень сильно не понравилось. Потом, по рабочим местам. Да, хотели сделать, наверное, борьбу модернизма с устарелыми правилами, но это не особо получилось, во-первых. Во-вторых, почему, выбирая, возможно, это как-то зависит, невозможно, это точно, скорее всего, как-то зависит от того, что я делаю, но почему в конце мне не дали другого выбора, почему только революция? То есть я добрался до пятого этажа. Я не мог поговорить ни с Лоттой, ни с Хуберцем, ни с кем. Я мог, наверное, отказать Хенкеру, потому что он все-таки оказался редкостным говном. Я думал, что мы с ним что-то... Ну, блин, опять же, мне нужно было быть повнимательнее. Я его изначально не взлюбил, потому что он говно. Потом я ему помог вытащить жену, я ему помог. Он со мной даже разговаривать не хотел. Что-то там с Мюллером мутил направо-налево, что-то там, то-то-сё-то. Когда оказалось, что устраивать революцию, я ему туда и камеру затащил, и всё для него сделал, и всё организовал, и всё-всё-всё. И в конце концов, именно потому что я отказался закладывать бомбу, он меня и застрелил. Ну, то есть, это такой человек говно ходячий. Мне интересно, какие тут другие концовки, но переигрывать в эту игру я не буду. Возможно, я потом просто сам посмотрю альтернативные концовки, какие здесь могут быть. Переигрывать я в неё не буду. И вот теперь мы подходим к основному пункту, почему я не буду переигрывать в эту игру, скорее всего, никогда. Это время. здесь очень, очень, очень быстро течёт время. Ты только на секундочку переосмыслил, что тебе надо сделать, с кем надо поговорить. Пока я туда куда-то доехал, бах, у тебя полдня прошло, бах, у тебя на счётчике. Причём, ты не можешь в любое время, с кем тебе нужно в определённые рабочие часы, люди ещё ходят на обед, люди ещё ходят спать, люди ещё тут-сюда. И это всё никак не замедляется. Вся игра проходит в бешеном цитноте. Это бесит. Под конец игры я устал настолько, вот эти последние две-три серии меня вымотали настолько. Это просто отвратительно. Мне уже, на самом деле, ничего не хотелось. У меня была одна идея. Если получится, спасти дочь. Мне очень хотелось спасти дочь, потому что все остальные персонажи мне были абсолютно безразличны. Хоть мне и не нравится. Я вначале говорил, что тут вот эту фигуру, фишку сделали с лесбийством. В конце концов, они это оправдали довольно-таки неплохо именно сюжетными поворотами, и что это лесбийство не просто тебе в глаза тычут на, смотря на лесбинка. Нет. Здесь это сильно касается сюжета, и это оправдано. Я снимаю все свои упрёки в эту сторону. И дочь мне реально хотелось спасти. Я очень сильно жалею, что я потратился на лечение сына. Очень сильно жалею, что у меня не было какой-то возможности что-то сделать с женой, потому что она явно тварь, я могу понять сюжетный поворот, когда нам дают плохую семью, потому что, допустим, в первой части у нас была хорошая семья, в второй части у нас семьи, в принципе, ну, она была, но она была где-то на фоне, можно сказать, что её не было, а в третьей части нам дают фиговую семью. Это бывает, это жизнь, окей, это не минус, но почему я не могу с этим ничего сделать? И очень часто, когда у меня был вариант выбрать из двух, ну, из первого и второго диалога, это не был вариант между хорошим и плохим диалогом, это был плохой и очень плохой диалог, и я не мог выбрать тот вариант, который я хотел бы сказать. Это обидно. С этим немножечко подкачали, потому что они гнули сюжет именно в свою сторону, не так, как ты хочешь сделать, а так, как им надо. Игра в этом смысле очень сильно ведёт, они тебя направляют, они не дают тебе самостоятельности. На, беги, беги, беги. Возможно, из-за этого очень сильно ускорили таймер, чтобы ты не задумывался лишний раз. Беги, делай, делай, делай. Вот это, делай, вот это, беги, делай. Так что, нет, мне это очень сильно не понравилось. Во второй части было сделано прикольно, что на определённые действия ты тратишь определённое время, и ты мог рассчитывать, что тебе сделать сегодня, что тебе сделать завтра. Это было правильно. В первой части у нас был живой текущий таймер, да, но там был просто дом и его проблемы, а здесь и дом, и все соседи, и работа, и все квесты, и та-та-та, и все это на очень быстром таймере, который я практически уверен, что бежит быстрее, чем в первой части. В общем, я разочарован. И такая маленькая вишенка на чертовом тортике, это сраные баги и лаги. Как же это достало просто, и ты не можешь сделать зум-ин, зум-аут, игра дергается, ее как будто колбасит. В конец игры начали появляться вот эти какие-то трясения экрана непонятные. Сколько раз у меня был баг, когда меня застали в пустой квартире, хотя меня там не было, баги с лестницами. Вот это передвижение по лестницам вверх-вниз, это тоже страшно бесило, потому что там идет нестыков текстур. Если ты чуть-чуть отпускаешь кнопку, то тебе нужно еще раз идти назад и опять перезаходить в лестничный пролет, иначе ты не пройдешь. Баги с этими, с полицейскими в лифте, которые застряли, багов было очень много. Причем я не помню, чтобы в первой или второй части в принципе был хоть один баг. Эти первые и вторая части были вылизаны. Третье, мне кажется, сделано очень наспех, очень наскорую руку. И поэтому здесь лаги, здесь постоянные тормоза, здесь постоянные баги, здесь постоянно вот это все. С сюжетом гораздо хуже, хоть и финальный твист есть, что у нас вождь-зомби, да. Но вот этот финальный твист, он не спасает всего того провисания, которое было до этого. Очень многие вещи, мне кажется, были для меня безвыходны. Хотелось бы больше опций. Многие вещи были нелогичны. Когда ты считаешь, что вот это, вот это, вот это приведет к определенной цепочке событий, а это не приводит. А ты на это уже потратил время. И все выглядит логично. Но игра считает, что это не так. Опять же, когда мне сказали, спрячь дочку, на тебе один час в два часа ночи на работе, делай что хочешь. А, нет, ее увезли. Это было зачем сделано? Типа, это был у меня какой-то выбор, вряд ли. В общем, нет, нет, нет. Как такова эта игра, она не самая плохая, но в этой трилогии она относительно, конечно, очень сильно просела. Поэтому я даже не знаю, рекомендовать вам ее к покупке или нет. Наверное, все же да, потому что серия игр уникальная, но я бы вам посоветовал дождаться скидки или покупать их бандлом, потому что покупать третью часть за полную цену, я считаю, не стоит. Можно было бы столько всего здесь организовать. Третья часть, это часть упущенных возможностей. Это не продолжение развития событий. Она, кстати, оторвана и от первой, от второй части сюжетно, к сожалению, так вот они решили. И раз уж вы отрываете от первой, второй части сюжетно, вы могли бы здесь такого закрутить. Но закрутить ничего не получилось. Не получилось ни иностранного агента сделать, не получилось в другой стране пожить, не получилось ничего. Тут можно было сделать очень много чего. Ладно, ребятушки, все, будем на этом заканчивать. Пишите, что вы думаете, пишите, как вам кажется, что можно было здесь сделать и как вам эта часть по сравнению с первой и второй частью. У нас, соответственно, и первая, и вторая есть на канале. Пожалуйста, заходите, ознакомливайтесь. Ну и, в общем-то, все. На этом будем заканчивать игру, будем заканчивать этот проект. Увидимся тогда с вами уже в других проектах, в других игрушках. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек, всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok